Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего урока по биологии – наследственность и изменчивость на молекулярно-генетическом уровне организации жизни. Сегодня на уроке мы узнаем, какие ошибки могут возникать при копировании генов. Поговорим о генных болезнях, узнаем о причинах мутаций. Постоянство структуры ДНК и точность копирования молекулы в процессе самоудвоения обеспечивают неизменность белков. Это означает и неизменность признаков у того или иного организма в стабильных условиях среды. Однако молекулам нуклеиновых кислот наряду с наследственностью и достаточной стабильностью присуща и изменчивость. Изменение наследственного материала. Иногда в процессе самоудвоения ДНК все же возникают ошибки. Это приводит к образованию иного по качеству гена и, следовательно, иной структуру белка, которая в нем закодирована. В конечном итоге это вызывает развитие другого признака у организма. Качественные перестройки отдельных генов или хромосом, связанные с изменениями в структуре молекулы ДНК, называют мутациями. Понятие мутация от латинского mutatio изменения было введено науку голландским ученым де Фризом в начале 20 века. Мутации это случайные, стойкие изменения генотипа. Возникает вопрос, мутации это полезные изменения или наоборот. Случайные изменения чего-либо это не что иное, как ошибка, а ошибка не может иметь положительный результат. Именно поэтому большинство мутаций, примерно 98%, имеют отрицательные последствия, при которых организм погибает на ранних стадиях развития или сразу после рождения. Небольшое количество мутаций, примерно 1,5-2%, являются безразличными, то есть не имеющими для жизнедеятельности организма важного значения. И очень малое количество возникающих мутаций, около 0,01%, являются положительными. Именно эти положительные мутации играют важную роль в эволюционном процессе органического мира, а также для развития селекции, то есть выведения новых сортов растений и пород животных. Именно благодаря мутациям появилась возможность выведения новых пород собак, кошек, кроликов. Ошибки в самоудвоении ДНК могут быть различными. Например, выпадение одного или нескольких нуклеотидов. Повторение фрагмента хромосомы. Обмен участками между двумя негомологичными хромосомами. Поворот нуклеотидов и другое. Давайте рассмотрим появление изменчивости на очень простом примере. Известно, что генетический код триплетен. Для наглядности представим, что буквы из нашего алфавита это нуклеотиды, а каждое слово из трех букв это одна аминокислота. Соединяя трехбуквенные слова, мы получим предложение. Белок. Например, возьмем исходное предложение, ну то есть белок. Дым был сер. В этом предложении три слова звучат в нашем случае три аминокислоты. Запишем его без пропусков между словами. Дым был сер. Зная, что каждое слово состоит из трех букв, мы можем тем не менее прочитать его. А теперь представим, что один нуклеотид заменился на другой. Заменим в первом слове букву И на букву О. Теперь получается предложение. Дом был сер. Зная трехбуквенный код, мы опять его можем прочитать. Дом был сер. Предложение опять имеет смысл, но уже другой. Произошла замена одного нуклеотида на другое. Получается опять белок, но уже другого качества. А теперь рассмотрим другой вариант. Выпадение одного нуклеотида. Уберем букву М в исходном предложении. У нас получится словосочетание ДЫБЫ ИЛСЕР. Зная трехбуквенный код, попробуем прочесть предложение. ДЫБЫ ИЛСЕР. Предложение бессмысленно. Потеря нуклеотида существенно меняет всю структуру гена. Происходит смещение триплетов при синтезе РНК. И теперь либо вообще теряется весь белок, либо он становится совершенно иным. Проявление различных свойств у организмов одного вида – это результат мутации, изменчивости генов. Например, разная окраска у цветков розы, флокса, тюльпана. Форма и окраска плодов у яблонь, тыквы, груши. Внешний облик, рост, различная окраска и длина шерсти у собак различных пород – тоже результаты внезапно возникших мутаций, которые закрепились в потомстве и передались по наследству. Мутантами называются живые организмы, которые изменяют свой фенотип в результате мутации. Еще раз повторим причины генных мутаций. В результате изменения нуклеотидной последовательности в молекулах ДНК в пределах одного гена. Вследствие ставки нуклеотидов в молекулы ДНК. Вследствие выпадения или замены нуклеотидов. У человека эти ошибки вызывают генные болезни. Это большая группа заболеваний, возникающих в результате повреждения ДНК на уровне гена. Общая частота генных болезней в популяции составляет 1-2%. Условно частоту генных болезней считают высокой, если она встречается с частотой 1 случай на 10 тысяч новорожденных. Если более и до 40 тысяч, то средней, если далее, то низкой. Например, у человека результаты генных мутаций – это многие наследственные заболевания. Серповидно-клеточная анемия, дальтонизм, гемофилия, альбинизм и другие. Дальтонизм или цветовая слепота – это наследственная, реже приобретенная особенность зрения человека, выражающаяся в неспособности различать один или несколько цветов. Это довольно распространенное нарушение зрения получило свое название в честь Джона Дальтона, который впервые описал один из видов цветовой слепоты на основании собственных ощущений. Половину своей жизни Дальтон даже не подозревал, что с его зрением что-то не так. Он занимался оптикой и химией, но обнаружил свой дефект благодаря увлечению ботаникой. То, что он не мог отличить голубой цветок от розового, он объяснял путаницей в классификации цветов, а не недостатками собственного зрения. Однажды ученый заметил, что цветок, который днем при солнечном освещении был небесно-голубым, точнее того цвета, который он считал небесно-голубым, при свете свечи выглядел темно-красным. Джон обратился к окружающим, но никто такого странного преобразования цвета не замечал, за исключением его родного брата. Несмотря на то, что объяснения Дальтона подвергли сомнению еще при его жизни, тщательность исследований им собственной болезни была настолько беспрецедентной, что термин «дальтонизм» прочно закрепился за этим недугом и впоследствии стал обозначать не только описанную Дальтоном аномалию зрения в красной области спектра, но и любое нарушение цветового зрения. Опасные последствия, к которым может привести наличие дефекта цветового зрения, впервые привлекли к себе внимание широкой общественности в 1875 году, когда в Швеции около города Лагерлунд произошло крушение поезда, повлекшее большие жертвы. Перед следствием, которое велось по этому делу, стоял неразрешимый вопрос. Как машинист, кстати, чудом оставшийся в живых и уверявший, что вел состав на зеленый свет, мог не заметить красный сигнал светофора? Привлеченный к расследованию катастрофы ученый-физиолог пришел к выводу, что ее причиной стала цветовая слепота машиниста, который не различал красный цвет, а развитие транспорта в то время привело к широкому распространению цветовой сигнализации. Физиолог показал машинисту несколько мотков шерсти разного цвета и попросил его назвать цвет каждого из них. Указав на красный моток, подсудимый заявил, что это зеленый, повергнув присутствующих в шок. После этой катастрофы профессор разработал первые тесты для проверки цветового зрения. Данный случай привел к тому, что при приеме на работу в транспортную службу у кандидатов стали в обязательном порядке оценивать цвета ощущения. При серповидно-клеточной анемии происходит замена одного нуклеотида в гене белка гемоглобина, в результате чего в белке заменяется всего одна аминокислота. Казалось бы, ничтожное изменение, но оно приводит к изменению внешнего облика эритроцитов, которые приобретают серповидную форму и уже не способны связывать кислород в достаточном количестве. Человек страдает от недостатка кислорода, что приводит постепенно к гибели организма. Необычная частота, с которой это заболевание встречается среди разных поколений одной и той же семьи, уже давно позволила заподозрить, что гемофилия – это наследственная болезнь крови. Установлено, что женщины, не болея сами, переносят гемофилию из одной семьи в другую. Типичным примером переноса заболевания с кровью женщинами в европейской истории является генеалогическое древо королевы Виктории из Англии, от которой эта болезнь распространилась во многие другие королевские дома. Этим заболеванием страдал сын последнего русского царя. Однако гемофилия поражает не только аристократические династии. Она может возникнуть у любого ребенка, в роду у которого были те, кто страдали этой болезнью крови. Гемофилия – это врожденное, наследственное заболевание. Безусловно, оно самое известное среди генетически обусловленных болезней крови. Гемофилия выражается в повышенной кровоточивости. Будь это в результате внешних, даже мельчайших повреждений или внутренних кровотечений в тканях, суставных сумках и в других местах. Травма, вызывающая почти не останавливающиеся кровотечения, может быть чрезвычайно незначительной. И, наконец, точно проверяется крепость свертывающей системы, когда выпадают молочные зубы. У больного гемофилией это всегда сопровождается сильным кровотечением. Если его не остановить, оно может идти сутками. Это основные признаки в детском возрасте. Эта болезнь крови имеет серьезные последствия для внутренних органов и суставов, вызывающих сопутствующие заболевания и отклонения. Альбинизм – это редкая, неизлечимая генетическая аномалия. Ее причина – отсутствие в организме специального фермента – меланина. Альбинизм может быть как полным, так и частичным. Депигментация волос и глаз или только глаз. По статистике, альбиносы рождаются в шесть раз чаще у африканцев, чем у европейцев. На три тысячи чернокожих младенцев приходится один альбинос. Клинические признаки характерна обесвеченность кожи, волос, глаз, независимо от расы и возраста. Кожа больных – розово-красная, совершенно не загорает. Волосы белые или желтоватые. Радужка – серо-голубого цвета, но может и быть розоватой из-за отражения света от глазного дна. Альбиносы плохо переносят дневной свет. В сумерках и полумраке они видят и чувствуют себя лучше. Глазной альбинизм влечет за собой нарушения, вызывающие фотофобию у человека, то есть боязнь света. Астигматизм – это нарушение формы хрусталика, роговицы или глаза, а также дрожание головы, тремор. При более тяжелых формах значительно снижается зрение, появляется миопия, слепота и ярко выраженное косоглазие. Уже к 16-18 годам альбиносы на 60-80% теряют зрение, имеют предрасположенность к злокачественным новообразованиям. Обычно к 30 годам с вероятностью в 60% заболевают раком кожи. Альбиносы могут иметь пониженный слух или нарушение свертываемости крови. Мутации характерны для молекул ДНК всех организмов. Изучение изменчивости у растений и животных показало, что как у близкородственных, так и у организмов отдаленных систематических групп наблюдаются одинаковые мутации. Например, появление бесхлорофильных растений. То есть наследственный альбинизм отмечается в самых разнообразных семействах – злаковых, сложноцветных, бобовых, разноцветных, а также у многих животных. Причина мутации и их значения. Каждая отдельная мутация, связанная с изменением структуры ДНК, имеет какую-либо причину. Однако в большинстве случаев эти причины неизвестны. Исследования ученых показали, что некоторые условия среды могут повысить частоту мутации. Впервые такие свойства были обнаружены у рентгеновских лучей. У облученных ими растений и животных в 150 раз чаще наблюдались различные мутации. Позже выяснилось, что таким же действием обладают альфа- и бета-лучи, образующиеся при радиоактивном распаде, а также ультрафиолетовые лучи. Возникающие при этом мутации разнообразны. Мутации могут вызывать такие химические вещества, как иприт, формальдегид, колхицин, некоторые пищевые консерванты. Факторы среды, вызывающие различные мутации, называют мутагенами. Что же может стать барьером на пути мутаций? Безопасная экологическая среда и медицина. Как оградить человека от мутагенов? Это забота об экологическом состоянии планеты, прекращение испытаний ядерного оружия, оздоровление среды обитания человека, проверка косметических и лекарственных препаратов на безвредность и многое-многое другое. Биологическое значение проявления свойств живого на молекулярно-генетическом уровне. Молекулы белков и нуклеиновых кислот, кирпичиков живого, обладают уникальными свойствами, существенно отличающимися от молекул с малой молекулярной массой. Каждая из таких молекул в своей структуре несет уникальную информацию, необходимую для функционирования живого любого уровня организации. Нуклеиновые кислоты представляют собой молекулярно-генетическую программу клетки. Редупликация ДНК обеспечивает преемственность и самовоспроизведение жизни. Постоянство структуры ДНК и точность копирования молекулы означает неизменность наследственной информации в относительно стабильных условиях. Однако, кроме явления наследственности, на молекулярном уровне проявляется и изменчивость. Это свойство лежит в основе разнообразия живого. Итак, ребята, мы с вами сегодня узнали, какие ошибки могут возникать при копировании генов. Рассмотрели генные болезни, такие как серповидно-клеточную анемию, дальтонизм, гемофилию, альбинизм. Определили причины мутаций. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. До свидания, ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok